Большинство грузинских домохозяек могут на глаз определить необходимые пропорции для гузенаки. Однако, согласно рецепту, нам понадобится 300 граммов натурального меда и орехи 500 граммов. Делать порции побольше не запрещается. Можно и фантазировать. Например, взять миндаль, арахис или семечки. Однако, классика – это именно грецкие орехи. Особые требования и к меду. Вообще-то, желательно, чтобы мед в этом случае был из цветов акации и из цветов поляны. Это очень ароматный мед, во-первых. Во-вторых, это очень светлый мед. И гузенаки получается белым. Кстати, по традиции, во многих семьях гузенаки готовят именно мужчины. Когда-то приготовлению лакомства уделяли целый день. Мед ставили на керосинку, доводили до кипения, потом давали остыть. И так 3-4 раза. В наше время все делается быстрее. Мы берем чуть-чуть кипяченого меда и наливаем капельками в холодную воду. Они уже маленькими зернышками стали. Это уже значит, что мед уже готов для следующей процедуры. И вот финал. Орехово-медовый ком выкладываем на доску и расправляем. Масса очень горячая, поэтому необходимо смочить руки ледяной водой или воспользоваться скалкой, чтобы не обжечься. Готовому прямоугольнику даем остыть, а потом нарезаем ромбиками. Наш праздничный десерт готов. Это горячий шоколад. И вот сейчас мы можем... Да, 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 да. Наш гузенаки превращается в грильаж. Настоящий грильаж. Гузенаки для многих воспоминаний о детстве. А еще это лакомство подходит и для праздничного застолья, и просто для задушевного зимнего чаепития. Михаил Рубакидзов, Вячеслав Мадашвили, МИР24. Это последний этап. Это уже мистиня, но...